так друзья всем привет в общем последние обновления так начал убирать грядки я здесь убрал зелень кроме той она останется все остальное я короче перекопал внес известь пушонку здесь были у меня кое-какие срезанные растительные остатки и трава посеял я сидираты ну сюда пошла фацеля вот полил утрамбовал все так вот оставил в этой грядке да то же самое у меня здесь тоже сидираты но здесь кажется кажется сера дэлла практически до самого конца и было сделано то же самое вносился на известь пушонка вот и перемолотая глина в этой части я убрал все огурцы и кроме вот этих двух они еще растут посмотрим будет на них и не будет но по кругу все тоже я посеял сидирата в общем зим тут здесь тоже сера дэлла тоже внес перемолотую в муку глину вот и в общем полил так и оставил так и то же самое я сделал с вот этой средней грядкой вот здесь уровень намного ниже чем допустим вдруг в других грядках но как я сделал в общем не знаю как будете делать вы ну как сделаю я я в общем когда взойдет сидираты я их порублю и сверху засыплю землей и у меня сюда пойдет чеснок смотрите видите как толстые балки их прям выгрызает капитально вот но еще пока держит держит вот а так все очень быстро перегнивает и разваливается в этой части сера дэлла взошла всходит здесь у меня пойдет всякая разность зеленушка включая лук вот томатики мы уже собирали вот еще зеленые есть есть еще перчики которые у меня спеют но сладкие тоже картон который я принес разорвал здесь лежит мокнет эту грядку я еще не делал то еще до конца не сделано вот здесь еще наверное половина бочки это извести пушонки которую можно вносить и много растительных остатков много кроме того что скошенная трава и и еще косить опять надо ну вот которую я сюда внес под клубничку еще таких вот растительных остатков у меня еще много вот еще картон там он картон нужно разбабахать вот растительные остатки вон я накидал вот но потихоньку я потом когда тоже сюда внесу удобрение вот обрезал тоже эти палки деревья накала на виду но и в той стороне тоже а то у меня вымахала она была вообще наверно метра три вот я ее обрезал чтобы появились боковые побеги и начал обрезать здесь живая изгородь состоящие из туи она немножко притеняет это раз я короче срезал то что притеняет мою новую живую изгородь и я режу вот есть отдельные ветки они сухие и они ну как бы на будущее я начинаю их обрезать измельчать и получается вот появляются вот такие вот окна здесь то что было вообще все сухое вот эту часть полностью вся сухая я короче вот удаляю вот эту сухую все срезаем но все сразу не буду нужно чтобы допустим вот эти вот все они подросли вот я перехожу с места на место использую электрический секатор вообще очень удобно вот где вы видите вот эти вот зеленые тоже я чуть убирал чтобы они не так сильно мешали на хоть какой-то свет попадал вот и в общем все это секатором я измельчаю она идет прям сюда это вот вам как говорится чистейшее органическое удобрение тем более что еще и черешня у меня опять разрослась вот это опять высоко мне нужно будет все вот эти вот вверх растущие ветки все по срезать это же их пустить на удобрение но это может быть пойдет в какую-нибудь высокую грядку а так все вот эти колоновидные деревья практически все по обрезал да они именно такая обрезка нужно чтобы не небольшие в общем веточки были потому что колоновидные сильно отличается даже от карликовых у них не вырастает большая крона вот чуть-чуть здесь подровняла осталось только верхушку ну и мои светильники я в общем посмотрел на те которые на аккумуляторах они все работают светят вот в общем все хорошо с ними и даже наверное на дольше уже хватает потому что они еще до сих пор светят но здесь внутри в домике сделал такую приспособу вот последний который покупал такой аккумулятор очень под подключил меняющийся по по цвету гирлянду на она у меня пойдет снаружи не будет здесь здесь я уложу здесь у меня допустим для моей солнечные станции кабель на я заказал в общем с китая мппт зарядки для аккумуляторов сюда пойдет у меня аккумулятор сюда же будет приноситься солнечная станция а через этот контроллер через подсоединение вот этот кабель будет заряжаться здесь железо фасадная батарейка да это будет вот на этой стеночки вот и здесь же будет где-то находиться дизельное отопление потому что ему нужно как раз таки подключение 12 вольт отопление вот стоит я его уже пробовал очень хорошо нагревает это вот на зимний период когда у меня здесь будет как говорится ночевать растение чтобы не померзла можно включать ну и потом когда будет уже полностью домик пригоден к тому чтобы можно будет внутри посидеть конечно это будет очень классно вот тем более что допустим там бака его приблизительно хватает ну на сутки смотря как будете топить если в трусах ходить то конечно где-то на часов 18 точно 5 литрового бака хватает а если будет потихоньку пришел пару часов там чтобы по погреться или чтобы допустим температура не было там ниже 10 градусов то вполне надолго него допустим хватит и вот как я говорил в общем у меня здесь работает от аккумулятора гирлянда заходишь и она включается вот даже вечером когда срабатывает этот датчик движения но этот я отсюда уберу вот то он от гирлянды начинает заряжаться и потом просто-напросто не включается но сюда был добавлен обычный шим контроллер которая запитывается от 50 ваттовой 12 вольтовой солнечной панели поэтому я сюда поставил шим вот они мппт чтобы заряжать допустим такие до аккумулятора а он у меня заряжает внизу ставит обычный автомобильная стартовый аккумулятор и он запитывает у меня вот это освещение которая работает через понижающий трансформатор на светит и здесь у меня вот свет тоже включается такой чтобы освещать мою саратчик мастерскую вот этот я еще не подключал ну не знаю наверно не разрядился еще пока что допустим вот такого на нужды на освещение мне вполне достаточно на это просто литий-ионовая батарея вот внутри я уже поставлю железо фосфат вот но можно будет допустим через вот это соединение подсоединяйте здесь заряжать и допустим там тоже самое и у нас сегодня с утра был довольно таки такой прохладный до дождик и прохладное утро но вот сейчас так стало тепло классно и по прогнозам у нас наверное в течение двух недель последующих такое небольшое повышение температуры до там 18-19 градусов максимально вот сейчас довольно таки тепло можно в принципе без этого хотя влажно дождь прошел и такой сейчас слабый такой свежий ветерок ну довольно таки комфортно вот так что на сегодняшний день у меня так с моим огородиком мы колеус уже взяли на последующую рассаду стоят и дома и здесь тоже в домике вот все ожидает в общем своего череда когда будет все это обрезаться не уже много кое-чего обрезал вот но еще много предстоит я говорю растительных остатков этих просто мы как говорится завались